Мужская и женская команды России по шорт-треку уверены в своих силах и будут выкладываться по максимуму. Им предстоит отстаивать звание сильнейших и бороться с серьезными соперниками. А вот 25-летний Семен Елистратов, на которого возлагает надежды тренерский штаб, считает главным превзойти самого себя. Я, начиная с маленьких лет, когда выходил за бег более опытными спортсменами, я никогда не боялся и не смотрел на фамилии. Я просто пытался улучшить свой результат. И это вот как-то сохраняется с годами. И, наверное, самый сильный соперник – это самый сложный, самый сильный – это я сам. В составе российской мужской сборной также выступят Дмитрий Мигунов, Артем Козлов, Руслан Захаров и Владимир Григорьев. Женскую команду представят Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина и Екатерина Стрелкова. Двухкратная чемпионка Европы Софья Просвернова не выступит в Сочи по причине частичного разрыва связок правого голеностопа. Девочки только недавно узнали, кто из них будет участвовать на чемпионате. Все они готовы бороться за победу. Участников в индивидуальных стартах я заявлял, ориентируясь на их выносливость. Всем им нужно будет пробежать дистанции по 500, 1000 и 1500 метров. Например, Эмину Малагич я выбрал, потому что она может отлично показать себя на финальном круге. Надеюсь, все хорошо выступят в эти выходные. В трехдневных соревнованиях будет разыграно 8 комплектов наград, всего 54 медали. В последний день чемпионата определяют сильнейшего в эстафете. На победу, естественно, рассчитывают и представители других стран Европы. Баталии между спортсменами развернутся на олимпийском объекте «Айсберг». В 2014-м героем олимпийской арены «Айсберг» стал Виктор Ан, завоевав наибольшее количество наград – три медали высшей пробы и одну бронзовую. Порадовать сочинцев своим выступлением на чемпионате Европы в этом году шестикратный олимпийский чемпион не сможет. Лидер российской сборной по шорт-треку не принимал участия в Кубке мира. Сейчас Виктор Ан находится у себя на родине в Южной Корее. Там спортсмен лечит хроническую травму колена и вместе с супругой нянчит дочь. Она появилась на свет 30 декабря. Вернуться к команде Ан рассчитывают в следующем сезоне, в конце апреля. Что же касается сборной, то уже в марте их ждет первенство планеты в Сеуле. Точный состав команды тренерский штаб сформируют после выступления в Сочи. Поболеть за своих сочинцы смогут в субботу и воскресенье. Для зрителей организована автограф-сессия с российскими спортсменами, пройдут конкурсы и розыгрыши памятных призов. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.